Духовный вопрос Мы постарались в тех рамках той беседы рассмотреть свидетельства Священного Писания, в первую очередь из книги Исход, из Второзакония, из книги Святого Пророка Иеремии, из которых видно, что Господь устами пророка Моисея в данном случае, в книге Исход и Второзакония, И устами святого пророка Иеремии говорит, что я Бог-ревнитель, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И в частности у пророка Иеремии, сочетаю вновь вам вот это очень важное место, дорогие друзья, Иеремии, 32 глава, 18-19 стихи. Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов, воздаешь в недра детям их после них. Божий великий и сильный, которому имя Господь Савовов, великий советий и сильный в деле, которого отче отверстие на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по плодам дел его. И на прошлой беседе мы с вами, как вы помните, дорогие друзья, кто смотрел эту беседу, зачитали свидетельства святых отцов церкви, святителя Николая Сербского, в частности преподобного Паисия Святогорца, который осмысляет вот эти места священописания в том ключе, что действительно Бог вразумляет детей за грехи родителей, и вот это вразумление в недра, в недра детей, то есть предрасположенность к страстям. И это предрасположенность к страстям, которая передается нашим детям от нас, в первую очередь они видят наш пример, а дети, это же хорошо всем известно, они подобно губке, и вот как губка впитывает, также и дети с детства впитывают ту атмосферу, которую они видят в семье, и предрасположенность к страстям. Но есть еще одно очень важное место священописания, и сегодня хочется предложить вашему вниманию, дорогие друзья, как бы на эту же многогранную и таинственную проблему посмотреть несколько с другого ракурса, потому что мы хорошо знаем из священописания Нового Завета, в частности из второго соборного послания апостола Петра, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, движимые Духом Святым. То есть пророки говорят не от себя. У пророка Езекииля в 18 главе есть место, которое, если его читать, на первый взгляд может показаться противоречащим тем местам священописания, которое мы с вами рассматривали в той беседе. В 18 главе пророк Езекиил говорит следующее. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу у Тува Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, душа согрешающая, та умрет». «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, к жене ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистоты не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и на голову покрывает одеждою, в рост не отдает лихвы, не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповеди моим и соблюдает постановления мои искренно, — говорит Господь. «То он праведник и непременно будет жив, — говорит Господь Бог». И далее в этой главе подробно пророк Иезекииль говорит, что не поступающий так по заповеди Божьим, и также подробно перечисляются нарушения божественного закона, то такой человек умрет. Тут необходимо подчеркнуть, что до пришествия в мир Христа Спасителя для сознания ветхозаветных людей, собственно, наградой за праведную жизнь была жизнь долгая и относительно благополучная на земле, тогда, когда еще такого четкого понимания, что такое будущее, загробная жизнь, еще до понятия воскресения Христова, самая лучшая была награда — это жизнь на земле. Вот почему и заповедь «Чти отца твоего и матери» звучала так. «Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». И поэтому в этих словах, что душа согрешившая умрет, а душа праведная будет непременно жить, и как раз подразумевается благословение Божие человеку, который соблюдает заповеди Божии. И далее здесь самая главная мысль, которую хочет донести святой пророк Иезекииль, что вот эта пословица, которая в тот момент была в Израиле, «Отцы ели кислый виноград, а у нас, у детей на зубах, оскомина», подразумевала, что люди в те времена, равно как и сейчас, я думаю, дорогие друзья, вы из своей жизни можете множество подобных примеров вспомнить. Когда дети говорили, вот «отцы наши согрешали», вот они ходили к безгласным идолам, они притесняли вдов и сирот, они давали как бы деньги в рост и так далее, и так далее, то есть нарушали ветхозаветный закон, а мы, мы дети, страдаем за их грехи. Как бы вот произносилась такая аналогия. «Отцы ели кислый виноград, а оскомина у нас на зубах». И вот здесь Господь ясно говорит, что «все души мои, как душа отца, так и сына, и душа согрешившая, то умрю». То есть тот, кто согрешил, тот и потерпит наказание, а отнюдь не переходит вина отца на сына, или, так сказать, на внука и так далее. Далее в 19 стихе, этой же 18 главы, говорится следующее. «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется, а беззаконие беззаконного при нем останется». Смотрите, дорогие друзья, если подойти к этим текстам Священного Писания, в частности, пророк Езекииль, как будто противоречит словам святого пророка Еремии, который говорит следующее. Еще раз зачитаю вам, чтобы вы могли сравнить эти два текста и увидеть как бы внешнюю разницу этих слов. Пророк Еремия говорит, «О Господи Божий, Ты сотворил небо и землю великой силой и простертую мышцей. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов, воздаешь в недра детям их после них». Пророк Еремия говорит, что Господь воздает в недра детей за беззаконие отцов. А пророк Езекииль говорит, что душа согрешающая, это умрет, сын не понесет вины отца, а отец не понесет вины сына. Как это правильно понимать? Давайте, дорогие мои друзья, вот, может быть, для большей ясности, для наглядности, я следующим образом вам предложу. Например, если я родился в семье, в которой отец страдал, например, страстью гнева. Есть одна из страстей, это гнев. Если в гневе, в состоянии ярости, так сказать, неудержимой, например, мой отец совершил какое-то преступление и убил человека. Разумеется, что вина моего отца не ложится на меня. То есть Бог не будет меня наказывать за грех моего отца, потому что грех отца – это его личный грех, и он понесет вину за свое преступление, за свой грех. Я же, будучи его сыном, не буду наказан Богом за его грех, но предрасположенность к страсти гнева у меня будет. То есть я могу родиться в этот мир, имея уже предрасположенность к этой страсти, равно как и к другим страстям. И если я, например, буду говорить, вы знаете, у меня такая наследственность, я человек горячий, пожалуйста, не подходите ко мне, а то под горячую руку я за себя не отвечаю, я могу все, что угодно сделать, потому что мой отец был очень гневливым, вспыльчивым, и я такой же, ничего с собой поделать не могу, но я за себя не отвечаю, и я ни в чем не виноват, потому что вот я таким родился, у меня такая наследственность, я другим быть не могу. Поэтому если я что-то сделаю, я за себя не отвечаю. Вот сказав так, я поступлю неправильно. И слава Божьи, устами пророка мне говорят, что вину отца, вина отца не переносится на сына, Бог не будет наказывать сына за вину отца, но и сын не должен оправдывать себя тем, что у него дурная наследственность, потому что каждый ответит за свои беззакония. Поэтому если я, даже имея предрасположенность к какой-то страсти, в данном случае к страсти гнева, я буду совершать преступление, то я буду наказан Богом за свое преступление, а не за преступление своего отца и своих предков. В то же время, если я буду бороться с этой страстью, если я буду просить у Бога прощения, каяться в своих грехах, буду стараться жить по заповедям, то, как говорил пророк Иеремия, так как в недра детей воздает Господь, с этой страстью, предрасположенностью мне будет тяжелее бороться. Понимаете, в чем разница? Мне будет намного тяжелее бороться со страстью гнева, но бороться я смогу с Божьей помощью. Господь мне поможет, но если я буду совершать преступление, то буду я наказан за свои грехи, а не за грехи своих отцов. И по такой же аналогии посмотрите на любую страсть. Самый яркий пример, можно сказать, хрестоматийный, который понятен, ну, наверное, даже людям вообще далеким от всякой религии. Например, страсть пьянства. Разумеется, что в семье людей, страдающих алкоголизмом, ребенок рождается с предрасположенностью к этой страсти. И, конечно, борьба с этой страстью у ребенка, когда он будет уже во взрослом возрасте, да, более-менее отвечать за себя, с этой страстью ему будет бороться тяжелее. Но это не значит, что он имеет право сказать, ну, вот у меня такая наследственность, у меня и отец и пил, и дед пил, и поэтому я не могу не пить. Принимайте меня таким, какой я есть, ничего не могу с собой поделать. Вот так говорить нельзя. Потому что не можешь ты говорить, отцы ели кислый виноград, а у нас на зубах оскомина. Например, мой отец был пьяницей, и я обязан быть пьяницей, по-другому я не могу, ничего не могу с собой поделать. Вот так ты говорить не можешь. Потому что Слово Божие, Дух Святый устами пророков говорит, что Отец, Отец, будет страдать за свои грехи, душа согрешившая, она умрет, сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется, и беззаконие беззаконного при нем останется. Тоже очень интересно, в контексте вот именно этой главы, пророка Иезекииля, немножко отступая от темы, о которой мы говорим, вот это место очень известно, потому что общаясь с нашими уважаемыми соотечественниками, которые, ну, в силу, может быть, неопытности своей, попали в липкие сети сектантского заблуждения, в частности, в секту свидетелей Иеговы, знаете, есть такая секта, и вот для них, вот это место из книги пророка Иезекииля, «Душа согрешившая, та умрет», одно из очень важных, они очень любят эту цитату повторять, и они ее трактуют в том ключе, что душа умрет, то есть в доказательство их концепции, что душа не бессмертна, вместе со смертью тела умирает и душа. И вот здесь, почему я обращаю ваше внимание на это, если вы услышите, вот примерно в таком ключе кто-то скажет, вот-вот в этом стихе все сказано, а все остальное, все остальное не имеет значения, или только вот эту главу прочитай, только эту главу осмысляй, здесь сказано все, а остальные места священного писания как бы уже отходят на задний план. Это чисто такой сектантский подход, к Слову Божию. Его можно сравнить по такой аналогии, знаете, ну, простите, из обычной жизни, да, как маленький ребенок, он может взять булочку и пальчиком выковыривать изюм из нее, изюм только съедает, все раскрошит, а остальное не ест. К священному писанию мы, православные христиане, не относимся так, что, допустим, только одна глава или только один стих все объясняет, а все остальное значения не имеет. Почему? Потому что святой апостол Павел во втором послании к Тимофею говорит, «Все писание богодухновенно». Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления человека, чтобы был человек совершенен. Вот, дорогие мои друзья, мы с вами вот эту многогранную, таинственную тему «Наказывает ли Бог детей из-за грехи родителей» постарались рассмотреть с двух сторон. И еще раз напомню, что наказание следует понимать как вразумление. Действительно, Бог вразумляет детей из-за грехи родителей. Но вразумляемые, вразумляемые, неся внутри себя предрасположенность к тростям, дети, тем не менее, если мы вспомним слова пророка Изекииля, не имеют права оправдывать себя тем, что у нас якобы дурная наследственность, ничего мы не можем с собой делать, исправиться мы уже не можем, и извольте нас не осуждать и принимать нас такими, какими мы есть. То есть, человек, родившийся в распутной семье, у которого родители, мягко говоря, не дружили с седьмой заповедью, он не имеет права сказать, ну, я теперь, я такой горячий, у меня такой темперамент, я могу теперь изменять и блудить, и все, что угодно делать, такая у меня наследственность. И я не виноват, потому что я таким родился. Виноват, потому что ты не борешься с этой страстью. Если будешь бороться, Господь простит тебя и поможет тебе исправляться. За вину твоих отцов и дедов Господь с тебя не спросит, но за твои личные грехи будешь отвечать. Равно как, если ты не будешь бороться со страстями, с чревоугодием, с блудом, с ребролюбием, с гневом, с тщеславием, с гордостью, с унынием, с печалью, не будешь, если ты бороться, то твои дети понесут в недрах наказание, то есть в разумлении. Им придется бороться с этими страстями, им будет намного тяжелее. В их жизни потребуется больше усилий, воли для того, чтобы с этими страстями бороться. Поэтому на самом деле святые пророки Божии друг другу не противоречат, равно как и святые отцы церкви друг другу не противоречат. Все говорят нам о том, что да, действительно, Бог вразумляет, наказывает детей за грехи отцов. Действительно, предрасположенность к страстям и дурной пример может влиять на наших потомков. Поэтому самое главное, еще раз подведем итог сегодняшней беседы, самое главное, над чем нам надо, нам, людям семейным, верующим людям, живущим в социуме, думать, как свою жизнь, так упорядочить, чтобы мы дурную наследственность и предрасположенность к страстям не передали своим потомкам. Кстати, дорогие друзья, эта тема, она настолько широко освещается, в том числе на библейском портале «Экзегет» была беседа Инока Киприана Буркова тоже на эту тему, переходит ли детям как бы расположенность к грехам. Один из выдающихся современных миссионеров, отец Андрей Ткачев, имя которого не нуждается в особой рекламе, в силу своего такого ораторского таланта, есть несколько его бесед с молодежью, где он тоже как раз отвечает на примерный этот вопрос. Так что это часть общецерковного нравственного учения. Будем помнить о нем и стараться жизнь свою упорядочить. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok